С воскресным днём наступающим всех, дорогие братья и сёстры! Это особое воскресенье церковного года, завтрашняя именуемая неделя перед Рождеством Христовым или Святых Отцов. Отцы – это те, кто входят в родословие Господа Иисуса Христа, которое завтра будет читаться на литургии по Евангелию от Матфея. Там, конечно, разные люди, не все из них святы, но об этом речь пойдёт завтра. А сегодняшняя служба вот так соединяет в себе и прославление воскресшего Христа, и ожидание Христа грядущего, приходящего в этот мир младенцам в Вифлееме Иудейском. Уже на вечерне воспевала стихира «Си Агница грядет, чревоносящий Христа». Уже где-то движутся к Иерусалиму волхвы, которые раньше уже увидели необычную звезду у себя на Востоке, по преданию в Персии. И они были не только звездочёты, астрономы, мудрецы, но они искали истину, смысл бытия, искали поклонения не просто каким-то идолам, а чему-то настоящему, подлинному, истинному. И вот этот поиск привёл их через эту звезду, которая двигалась в сторону Палестины, в сторону Иерусалима, и дальше потом к Вифлеему, через то, что они пришли в Иерусалим и задали вопросы, где родившийся царь Иудейский, ибо мы видели звезду его на Востоке. И царь Ирод, который был не очень божьим человеком и не мог почувствовать и принять, что это подлинный Мессия пришёл в мир. Тем не менее, через него мудрецы и книжники Иерусалимские озвучивают, что грядущему помазаннику Мессии должно родиться в Вифлееме Иудейском. И тогда волхвы идут туда, и их вновь ведёт звезда, и тоже спустя время они приходят и поклоняются, и видят пришедшего в мир Спасителя Господа Иисуса. Вот так поиск истины через различные препятствия, через время, через расстояние приводят людей ко Христу, Богу, пришедшему в мир, спасти, обновить, изменить человека, сделать его лучше, сделать его богоподобным, а не рабом страстей, рабом дьявола, которым человек становится, живя во тьме, во тьме неведения, живя без Бога, живя без света и истины. И сегодня, прославляя воскресшего Господа, накануне воскресного дня, мы слышим чтение из Евангелия от Иоанна, где Господь особым образом является и встречается с ученицей своей, Марии Магдалиной, которая была сложным человеком по своей прежней жизни. Ее терзали различные страсти, сомнения, искушения. Но она страшно переживает, что Христос распят, что Он погребен, что не смогли даже толком провести похоронный обряд. И вот она бежит и видит ту пустую гробницу, потом бежит к ученикам, отстает от других мироносец, возвращается и слышит за спиной голос учителя, которого сначала не узнает, который спрашивает ее, «Кого ищешь?» «Кого ищешь?» И вот этот вопрос, «Кого ищешь ты, человек, тем более называющий себя христианином?» Этот вопрос обращен ко всем нам. Кого искали волхвы? Они искали подлинного Бога, истинного Бога. Они искали Спасителя мира и нашли Его. Что ищем в своей жизни мы? Что ищет человек, приходя в церковь, в храм? Здоровья только, успеха, успокоения какого-то, исполнения своих разных желаний, не желая самому исполнить ничего, что Бог ждет от нас. Вот это очень важно, чтобы, прося Бога о чем-то, мы прислушивались к тому, что и Он просит нас, просит любить, прощать, не делать другому того, чего не хочешь себе, жить не только материальным, не только сиюминутным, не только по-твоему, чтобы все было, но уметь и уступить, и смириться, и потерпеть, и принять кого-то, какие-то обстоятельства. Если надо, проделайте путь, трудный, непростой путь, как его проделали волхвы, которые, на самом деле, подвергали себя и опасности, и от Ирода, и от еще каких-то разных угроз, которые всегда есть в этой жизни. Но искать Господа, кто ищет Господа, кто ищет Иисуса Христа, тот его обязательно найдет, и найдет в нем покой, смысл и радость, и твердую опору в своей жизни, как многократно говорится в псалмах, что Господь моя крепость, Господь моя твердыня, с Богом моим и стены приду. Вот так, дорогие братья и сестры, будем готовиться встретить родившегося Бога-младенца Христа, будем его искать и встречать всю жизнь, видя его и в ближних наших, и в каких-то вразумляющих нас ситуациях и обстоятельствах. Будем лучше от чего-то отказываться в себе гнилого, злого, несовершенного, но оставаться как можно дольше с ним и быть с ним вообще всегда и всюду, и в этой земной жизни, и в жизни вечной. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok